Существует некая негативная идентичность Например, как Маркс говорил, «Слава Богу, мы не русские» В каком-то контексте кто-то определяет себя как «не русский» И это довольно слабая идентичность, потому что она требует очень сильной зависимости от отрицаемого предмета В принципе, весь марксизм построен на идее так называемой тотальной подозрительности И левая теория, которая вытекает из Маркса, она эту тотальную подозрительность развивает и экстраполирует на всю буквально реальность Что это означает? Это означает, что, согласно Марксу, все, что мы привыкли называть природно-естественным Является искусственно созданным Он в немецкой идеологии критикует Фейербах и говорит, что где Фейербах обнаруживает природу Где вообще сейчас можно найти природу в смысле нетронутого, не задетого человеческим трудом Не втянутого в какую-то косвенную или прямую коммуникацию с человеческой культурой Такого природного объекта Он говорит, пишет, что, пожалуй, это только острова где-нибудь в океане Карловые рифы, которые еще не изведаны, у них даже нет названия и так далее Все остальное, по мнению Маркса, так или иначе является продуктом какого-то производства То есть труд носит тотальный характер И если какая-то идеология или какой-то носитель идеологии утверждает естественность чего-то То Макс его подбавливает на том, что на самом деле речь идет об искусственности То есть это не естественное нечто, не природно данное, а искусственно-сознанное Ставит вопрос, кто это создал, с какими целями, в каких интересах и так далее Отсюда как бы вот эта марксистская подозрительность и приписывание всему некоторого как бы негативного статуса Но негативность является еще синонимом мышления То есть в смысле, как его понимал Гегель, например То есть мышление, которое отрицает такую вульгарную позитивную форму чего бы то ни было Будь то там, не знаю, как бы не может отличить, например, два таких красивых фактурных апельсина от числа 2 А число 2 не имеет никакой фактуры, никакой плотности, никакого вида Это как бы некое число И оно имеет смысл только в математических операциях каких-то, в каких-то операциях счета или извлечения корня и так далее То есть мышление связано с отрицанием вот этой позитивной данности чего бы то ни было И в этом смысле оно негативно Любое мышление негативно считал Гегель И, наверное, был прав То есть, в принципе, по крайней мере, так понимает мышление вся европейская традиция метафизики То есть я считаю, что, конечно, какую-то даже мыслительную ситуацию, не говоря уже о ситуации общения Желательно строить без негативных идентичностей и без, как бы, вот этой возможности строить Без негативной идентичности и без вот этой тотальной подозрительности марксистской То есть любое утверждение, любое позитивное высказывание, да Оно создает некое поле, которое для меня, мне кажется, более интересным И оно в большей степени связано с тем, что приписывается научной, как бы, или практической, как бы, картине мира Нежели вот сугубо мыслительно-философской, как она понимается в европейской традиции То есть в этом смысле, как бы, утвердительная позиция является в каком-то смысле В каком-то взгляде на нее является для многих антифилософской или нефилософской позицией То есть философ, как он предстает, вот, начиная со времен Платона Это тот, кто начинает с некоторого, как бы, развлечения, разделения А не синтеза, не утверждения, да Вот, развлечения, да Это вот очень важная черта философии Но это развлечение, оно может быть не доведено до, как бы, окончательной оппозиции души и тела, субъекта, объекта и так далее Оно может быть, как бы, оно может быть слабым, это развлечение И мне кажется, в принципе, современная культура, она во многом работает с такими слабыми оппозициями, вот, не оформленными Вот я сейчас, например, сошлюсь на текст последней книжки Джудит Батлер С каким-то непереводимым названием Что-то вроде теория, как бы, совместных групп или ансамблей, там, или к вопросу о теории, там, и так далее Это набор ее журнальных статей, которые она объединила в книжку И там одна из основных проблем, которые она обсуждает в полемике с Ханом Эйрон Которая в книге «Витоактива» и в других текстах разделяла резко частную сферу и политическую, публичную И вот Джудит Батлер считает, что такое различие, это различие нерелевантно То есть, как бы, сегодня любой вид предъявления себя в публичном пространстве Причем предъявления не как политического, вроде бы, как бы, лица, да Без политических даже воздухов, а, например, предъявления себя в качестве инвалида Или, там, например, трансгендеры Или, например, человека с какими-то физическими особенностями Например, сильно персингованный человек или, там, татуированный Это предъявление, в принципе, достаточно опасно Или может быть опасно, например, в традиционных обществах В обществах, где очень сильно, как бы, нормализована, как бы, внешняя сторона жизни И какой-то канон социального поведения, например, и так далее То есть, это то, что раньше относилось к частную сферу В случае публичного, как бы, предъявления Может иметь политический характер, характер политической манифестации Об этом, как бы, пишет Батлер И это тоже связано, в конечном счете С таким, с пониманием оппозиции публичного и частного Как слабой оппозиции Невыраженной оппозиции Оппозиции, которая может в любой момент, как бы, поменяться местами И главное, что эта оппозиция не доведена до полярности До антитеза И в этом, мне кажется, очень интересный современный такой ход Который распространяется на различного рода и практики И виды рефлексии, да, и понимания Как выглядит современная информационная сфера Или как выглядит современный, как бы, дизайн Как выглядит современный политический или информационный дизайн Здесь, как бы, что-то очень внешне и фактурное Начинает, как бы, выполнять функцию какого-то Ну, важного и значимого элемента, как бы, всего этого пространства То, что раньше отводилось на территорию незначимого, неважного Начинает играть какую-то роль То есть самые маленькие различия, которые раньше подавлялись большими оппозициями Они все больше и больше начинают выполнять функцию И понимательную То есть функцию, с помощью которой мы понимаем ситуацию точнее И функцию, как бы, такую, я бы назвал ее стратифицирующую То есть мы начинаем ориентироваться по системе небольших крошечных различий То есть, например, это может быть что угодно Это может быть система моды Или система, например, там, не знаю Публичных пространств В которых мы ищем место, где можно поужинать, например И мы включаем какие-то очень небольшие, как бы, микроразличия Для того, чтобы установить то место, где нам, по-видимому, будет наиболее комфортно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!